И второй бантик. Господи, перепугалась. Пугает меня до полусмерти. Зая, скорее усыпи это чудовище. Оно не должно жить. Оно не должно мучиться. Привет, мои золотые. Соскучились по смешным бутербродикам? Судя по вашей активности, на предыдущих двух видео про бутерброды вам очень понравилась эта тема. Так что я решила сделать еще три смешных бутера. Хотя в этот раз они будут не так смешны, как милы. Да, будут кавайные бутербродики. Приготовьтесь. Мне кажется, мне даже жалко будет их кушать. Это будет здорово, если тебе жалко будет их есть. Я тогда их все поем. А вдруг тебе тоже жалко будет их есть? Нет, я их все поем. Они будут вкусные. Смотри мне. Когда на тебя будут смотреть эти милашные мордашечки, ты просто не удержишься и не будешь их есть. Чем они милее, тем они вкуснее. Я их быстро все поем. Ах ты, каннибал. Ладно. Ну что ж, мне уже не терпится. Давайте начинать. Будь здоровым. Спасибо. Да, кстати, предыдущие выпуски бутербродиков по ссылке в описании, если что, если вы еще не смотрели. И даже может в углу экрана появится подсказка, если я, как всегда, не забуду ее вставить. Ну что ж, давайте приступать. Первый бутербродик у нас будет Hello Kitty. Кстати, как всегда, в этой рубрике у меня будет появляться фоточка из интернета этого бутерброда. Потом я буду делать этот бутерброд, и вы будете сравнивать, какой бутерброд лучше, мой или интернетовский. Я, как всегда, для всех бутербродиков накупила, посмотрите. Лаваш, колбаса, сыр, два еще других сыра, колбасень, сосисоны, салатик, хлеб. В общем, всего-всего накупила, как обычно, для всех бутербродиков. Итак, мы начинаем. Для Китти нам нужна основа. Кругляшки. Для этого я купила вот такой тостовый хлеб. Возьмем два блюдца. Я буду сделать сразу два бутербродика, чтобы было мне и эльфику. Чего ты не уракаешь, не припадаешь к моим ногам и не говоришь, о, спасибо, ты для меня делаешь бутербродик. Я ничего не говорю, потому что, наконец, ты начала следовать закону и соблюдаешь права эльфиков. Так вот, берем тостовый хлебушек и выдавливаем из него кругляшок с помощью стаканчика. Китти у нас будет кругленькая. Один кругляшок. Остатки. Это мы потом съедим. Остатки сладкие, не выкидывай их. Да, потом съедим. Как видео закончится, накинемся на все остатки. Еще один кругляшок. Для одного бутерброда нужно два кругляшка, поэтому мне нужно вырезать всего четыре кругляшка. Лично я люблю шкурку хлебушка. Я тоже, особенно если она поджаристая в тостере. Может, мы потом эти шкурки поджарим? Может быть. Кругляши готовы. Сколько шкурок. Да, будем потом объедаться. Кругляши готовы. Верхние кругляши нам нужны будут для украшения, а на нижние сейчас наделаем бутерброд. Так, отложим два кругляша и будем резать колбаси. А, пахнет. Можно мне попку? Можно тебе попку. Сейчас, подожди. Тебе почистить? Да. Она плохо чистится. Вкусная? Вкусняшка. Так, приступим к бутербродикам. Нарезаем колбаску. Не, ну в принципе, это бутерброд как бутерброд. Все, что хотите внутрь, то и кладите. Тут вся фишка в украшении. В верхнем кругляшке. Я вот так положу по две колбасинки. Вот так. Одну из них съем. И одну за маяфику. Пишите в комментариях, кто тоже, когда режет бутерброд, не может удержаться. И хотя бы колечко колбаски кладет себе в рот. Я никогда не могу удержаться. Так, теперь сыр у нас идет на бутерброд. Я вообще, кстати, люблю бутерброды, чтобы там просто все было. Все, что в холодильнике есть, пойдет на бутерброд. Очень люблю бутеры разнообразные. Теперь листик с салатиком. Все, как на картинке у нас будет. Главное, чтобы мордочка получилась красивая, как на картинке. Все, сам бутерброд мы сделали. Теперь мы приступим к украшению. Бутерброд аппетитный. Так, сначала сделаем носики. Носики мы будем делать из желтого сыра. У Китти желтый носик. Сначала мы возьмем трубочку и сделаем кругляшки. Кругляшок и кругляшок. Все, потом эти кругляшки мы положим вот сюда. Это было просто. Носик у Китти уже готов. Теперь глазки и усики. Глазки и усики у нас черные, поэтому я купила маслины. Здесь их открою. Эй! Так, только скатерть постирал. Маслинка. Ты нам сейчас пригодишься. Разрезаем. Где наша трубка? И то же самое, трубочкой делаем кругляшки, потому что я не знаю, как ножом сделать кругляшки. Только трубочкой. Эй! О! Есть. Один глазик. Второй глазик. Ммм, милашка. Еще. Выпадай давай. Все. И еще один. И с глазами мы закончим. Этот глазик какой-то получился не слишком кругленький, а овальный. Усики. Тут уже трубочка нам не поможет. Усики. Это вот такие тоненькие полосочки. Не так-то просто усики выложить. Они падают. О! Один усик есть. Второй усик. Ни-ни, усики. С одной стороны усики есть. Ты же знаешь, что я маслины не очень люблю. Да, знаю. Тебе придется съесть усики на моих бутербродах. Я могу за тебя только бутерброд съесть. Нет, я усики, пожалуй, оставлю. Где? Тарелки. Ну, тебе придется долго возиться. И когда ты закончишь с усиками, я уже к тому моменту съем свой бутерброд и перейду к твоему. Ты такая коварная. Ага, это точно. Усики я сделала. Конечно, одна китти получилась толстоусая, а одна нормальная. Кому достанется толстоусая? Наверное, мне. Потому что я люблю маслинки. Вкусненько. Ну, в общем, одна хорошенькая, вторая толстоусая, но все равно они обе мимишки. Осталось сделать им бантики. Бантики будем из колбаси не делать, из докторской, из розовенькой колбасы. Бантики-то розовые у Кити. Чуть-чуть она не очень-то и розовая. Ну, ладно. Покатит. Напишите в комментариях, как вы думаете, из чего сделаны бантики в оригинальном рисунке. Точнее, в оригинальной фотографии этих Кити. Там красненькие бантики. Опять же, трубочкой делаем кругляшки. Это будут серединки бантика. Теперь вырезаем треугольнички. Так, вот смотрите. Ой, вот такой красивый бантик. Что-то подгулявший бантик. Тебе так не кажется? Довольно аппетитный. Я рада, что тебе нравится. И второй бантик. Господи. Перепугалась. Эта дверь открывается постоянно. Пугает меня до полусмерти. О, Китти готовы. Китти мы пока отложим до конца видео. Потом попробуем. Делаем улиток. Для улиточки нужно сделать панцирь сначала. А потом тело. Для панциря мы берем, опять же, тостовый хлеб. Срезаем корки с него. Опять корки остались не при делах. Разрезаем вот так, чтобы получилась полосочка. На эту полосочку мы делаем бутер. Берем колбаску и тоненько-тоненько ее режем. Нужно прям совсем тоненько, а то рулетик потом не завернется. Подгоняем колбаску под хлеб. Ровненько. Вот так. Тут делаем то же самое. О, вот так переверну и вот тут отрежу. Лайфхак. Колбаску подогнали. Теперь сыр. Тоже тоненько надо нарезать. И сырочек мы тоже подгоняем под хлебушек. Так. Все, получились вот такие маленькие бутеры. Зубочистки нужны нам еще. Все это в рулетик. Так рулет не должен разваливаться. Рулет не разваливайся. Хм. Рулет развалился. Но я предусмотрела, что хлеб развалится. Поэтому я купила лаваш. И мы сейчас будем рулет сделать из лаваша. Вот я так и знала, понимаете, так и знала, что хлеб развалится. Ты такая предусмотрительная. Да, я все предусмотрела. Нам нужен тонкий лаваш. Вот он-то точно не развалится. Лаваш спешит на помощь. Да. Это точно. Где край этого лаваша. Смотрим по ширине бутерброда. Отрезаем кусочек лаваша. Мне кажется, даже вот, можно вот так двойной рулет сделать. Смотрим. По-моему, идеальный рулетик. Чтобы он не развалился, зубочисткой его скалываем. Вот. Все. Рулет держится. Молодец рулет. Теперь берем сосисочку. Так, сосисочка. Очищаем нашу сосисочку. Кстати, эта сосиска розовее, чем эта колбаса. Из нее бы для Китти бантики лучше вышли. Надо было брать сосиску. Сосиску. Мы. Попка нам нужна. От попки отступаем вот так чуть-чуть. И наискосок вот так вот отрезаем. Все. Это улиточка. Она вот так будет стоять. К ней надо пришпандерить панцирь. Зубочистка слишком длинная, как по мне. Надо ее немножко отрубить. Отрубили. И засовываем сосиску. О, улитка с панцирем. Похоже на улитку с панцирем? Да. Окей. Отлично. Теперь ей нужно приделать глаза. И опять нам на помощь приходят зубочистки. Берем одну зубочистку и напополам ее разрезаем. Или разламываем. Это есть. Улитка. Подожди чуть-чуть. Берем сыр побелее. Это будут наши зрачки. Отрезала потолще. Теперь трубочка. Сегодня трубочка наш лучший друг вообще. И вот так вот выдавливаем. Глаза почти готовы. Сейчас я их чуть-чуть подровняю. Накалываем наши глазки на зубочистки. Есть. И теперь эти зубочистки вставляем в сосиску. Глазастенько. Так прикольно. Почти готово. Еще зрачки осталось. Для этого я беру пищевой краситель и зубочистку. А ладно, вот она. И сейчас поставлю капельки. Косоглазик. Аппетитная улитка? Очень. Теперь я тебе сделаю. Вот наши две улиточки. Посмотрите, какие они красивые и аппетитные. Ням-ням-ням. Люблю лавашек. Тебе нравится аппетитная улиточка? Одна из них твоя. Да, я думаю, с лавашом гораздо лучше. Посмотри, они нестабильные. Это пьяная улитка. Да. Ладно, у нас остался последний бутербродик. Улиточек отложим пока. Следующий наш бутербродик в виде мишки. Это рилакума. Но это не совсем бутерброд. Это такая прям композиция какая-то. И вот я сейчас смотрю, как его делать. Потому что это сложнейший из трех бутербродов. Так, все. Сосисочка, сосисочка, сырочек. Все, делаем. Берем блюдце какое-нибудь. Сырочек. Подплавленный сырочек, чтобы слайсами был. Не поддается сыр. Все, наконец-то. Для начала мы делаем подушку для нашего рилакумы. Он спящий. И ему нужна подушечка, а то так будет неудобно. Так, берем вот так, складываем пополам сырочек. И так вот еще закручиваем. О, подушечка какая мягенькая. Все, он тут будет у нас спать. Теперь голова. Голова делается из сосиски. Смотрим, какая голова влезет на подушку. Вот так. Вот. Теперь. Надо немного скруглить край. Мне кажется, в оригинале сосисочка миниатюрная. И тут такой же край, как и здесь. Но у меня такой не было сосисочки. Поэтому я чуть-чуть скруглю вот тут краю. Будем считать, что ему сделали прическу. Так, вот так он спит. Вот так он спит. Что-то не поняла, там голова наискось. О, я знаю. Зубочистка мне в помощь. И вот так. Все. Рилакума спит. Теперь ушки. Ушки на макушке. Для ушек я взяла маленькую сосиску. Одно ушко. И второе ушко. Ой. Так, Рилакума, давай не болей. Ушки. Тоже зубочистки возьмем. Ушко раз. Ушко два. Блин, у меня не такой красивый, как на фотографии. Уши разные, все разваливается. Так. Мне кажется, мой бутербродик будет чисто поржать. Потому что это совсем несовместимо с тем, что на картинке. Эх, руки из одного места. И у меня такое ощущение, что в нем сплошные зубочистки. Пожалуй, ты сама будешь его есть. Да, кстати, как его есть. Сплошные зубочистки. Не, ну я доделаю, конечно, его. И посмотрим, что у меня получится. Теперь ушки и мордашку надо сделать. Из белого сыра. Я не отчаиваюсь. Хотя я уже в отчаянии. Это я вырезаю ушки. Так, ушки вот сюда. Рыльцы вот сюда. Блин, это Франкенштейн. А не Мишка. Посмотри на него. Так. Вот это его тело. Вот так вот. Мы его сейчас накроем одеяльцем. Подушка есть, одеяльце тоже надо. Спи, моя радость уси. О, теперь. Типа выглядывает рука. А ну-ка, покрывальца. Оттопырим. Вот рука выглядывает. Есть. Осталось нарисовать мордочку. Боже, мне самой смешно. Я с таким серьезным говорю. Осталось нарисовать мордочку. Как будто у меня тут шедевр получился, а не Франкенштейн. Ладно, рисуем мордочку. Зая, скорее усыпи это чудовище. Подожди сейчас. Оно не должно жить. Оно не должно мучиться. Разложила тут внутренность этого чудовища на доске. Да. Зая, ты замерялась в бога. В доктора? Да, Франкенштейна. Да. Так, глазки спящие. Тебе не кажется, что это свиное рыльце? Носик. Все, готово. Ожидание и реальность называется. Хорошо, что это чудище не просыпалось. Оно не увидело своего создателя. Да. Он бы меня убил. Зая, можно тебя попросить не делать второе чудище такое же для меня? Ну, мы же хотели сделать по два бутерброда. Я воздержусь. Я не хочу потом зубочистки выковыривать. Хорошо, ладно. Я тебя пощажу. Ладно, я сейчас все приберу, и мы будем пробовать бутербродики. Миру достаточно только одно такое чудовище. Все, давай убираем. Ну что ж, вот они наши все шедевры. Посмотрите, какие красивенькие, аппетитненькие. Ням-ням-ням. Я надеюсь, вы все проголосовали, что мои бутерброды красивше, чем интернетовские. Ну, я потом посмотрю на вашу голосовалку. Ну что, пробуем? Давай. Тебе толстоуса или нормальную? Там, где меньше маслин. Да, держи. Только будь поласковей с этой красоткой. Так, с чего начать? Начну, наверное, вот тут сбоку с усиков. А то они все упадут. Прости меня, Китти. Вкусно. Очень вкусно. А почему не вкусно, если это бутерброд? Самый обычный бутерброд. Вкусно, еще и красиво. Два в одном. Очень вкусно. Ладно, оставлю все в чайку. Буду сейчас другие пробовать. Что-то там переводишь бутерброд. Выкидываешь все вкусное самое. Я не люблю маслины. Ну вот, перевел бутерброд. Ну как тебе, Китти? Очень вкусно. К улиточке готов? Да. Какую тебе? Выбирай. Улиточка, и ты меня прости. Слушайте, она на меня так смотрит, осуждающая. Эта улитка. Посмотрите на ее зрачки. Она на меня смотрит, осуждающая. Прости меня, но я тебя съем. Точнее, съем твой панцирь. Осторожно, там губочистка. Губочистка осталась тут. Это ты, осторожно. Очень вкусно. Люблю лавашик, потому что чувствуется колбаса сыр, а лаваша не чувствуется. И никакого у тебя толстого слоя хлеба. Очень вкусно. Вкуснейший рулетик. Одна головешка осталась. Так, головешку я оставлю на потом. А то эти глаза меня пугают. И как мне есть это чудовище? Поможешь мне есть чудовище? Нет. Франкенштейна ешь сама. Ну посмотри. Почти милашка. Ладно. Я готова съесть вот это покрывальце. Кажется, его уже за тебя пол съел. Так жалко покрывальца. Вот свинья. Ой-ой-ой. Чехол от линейки книг прилип к этому сыру. Выкидывай. Покрывальце уже непригодно. А что тут есть, кроме покрывальца-то? А что ты его положила в одну тарелку с головешкой? Я его вот тут положила. Что тут есть? Стремную головешку не хочу. Она смотрит на меня очень страшно. И там сплошные, сплошные... И сплошные зубочистки. Все, ладно, я подушку съем. Подушка божественная. Не зря бутерброд делала. Ну что ж, я надеюсь, это видео вам понравилось. Мне понравились все бутербродики. Это было вкусно, это было вкусно, это было странно, но соль был вкусный. Вот. Если вам понравилось это видео, то не забывайте про пальчики вверх. Пишите свои комментарии, что вы думаете обо всех этих бутербродах. И что вы думаете об ожидании реальности. Как я вообще справилась с своей задачей. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И до встречи в следующем видео. Пока. Чаёк сделаем? Да. КОНЕЦ